Здравствуйте! В эфире новости 24. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам укрепления здоровья населения, обеспечения экологической безопасности и совершенствования системы сбора и переработки отходов. В начале мероприятия, прошедшего с использованием видеоконференц-связи, затронут вопрос противодействия пандемии коронавируса. Подчеркнуто, что важно продолжать жить и работать в условиях пандемии, не ослабляя внимание к защите жизни и здоровью граждан. В нашей стране проводится последовательная работа по защите окружающей среды, обеспечению экологической безопасности, создаются обширные лесонасаждения на высохшем дне Аральского моря, реализуются программы развития приоралья. Большое внимание в целях защиты экологии и охраны здоровья населения уделяется и системе сбора, переработки отходов. Актуальность данного вопроса особенно возрастает в нынешних условиях пандемии. Упорядочить систему управления отходами – одна из важнейших для нашей жизни и здоровья задач, сказал президент Шавкат Мерзиёев. За последние три года за счет 390 миллиардов сумм, выделенных из бюджета, было закуплено 742 единицы техники по перевозке отходов и модернизировано 204 полигона. Однако анализ показывает наличие ряда проблем в этом направлении. К примеру, охват услугами санитарной очистки в Избасканском, Гузарском, Чузском, Бывайдинском, Ургутском и Шахриханском районах в два раза ниже республиканского показателя. Выявлено ощущение, закупленное за счет бюджета специальной техники. 32 единицы в Ташкентской и 23 единицы в Кашкадаринской областях. У предприятия то заходут высокая дебиторская задолженность. Все это вызвало обоснованную резкую критику со стороны главы государства. Состояние дел в сфере было критически обсуждено на совещании, состоявшемся в марте текущего года, на котором были даны соответствующие поручения. На нынешнем совещании рассмотрены их исполнения и определены дополнительные задачи. Сегодня охват населения услугами санитарной очистки составляет 66%. На совещании отмечалось, что необходимо довести этот показатель до 90% до конца года, в том числе за счет широкого привлечения в сферу частных предприятий. Участие государственного сектора демонстрирует хорошие результаты в сборе и переработке отходов. Везде, где действуют такие предприятия, население довольно качеством услуг. К примеру, общество с ограниченной ответственностью «Биотехноэко», закупив за счет кредита на более 6 миллионов долларов 78 единиц специальной техники и оборудования, оказывает услуги санитарной очистки 285 тысячам жителей города Термеза, Термезского и Ангорского районов. И на местах много предпринимателей, желающих реализовать подобные проекты. В связи с этим ответственным лицам дано указание по организации 31-го кластера на основе государственно-частного партнерства в Каракалпакстане и областях. За счет этих проектов необходимо довести уровень переработки бытовых отходов до 25% к концу года и не менее 35% в 2021 году. Отмечалась важность решения вопроса по 51-му полигону, не соответствующему санитарным и экологическим требованиям, а также создание 26 полигонов для строительных отходов и кластеров по их переработке. На совещании также обсуждена результативность использования средств, привлеченных от международных финансовых институтов. Ответственным лицам поручено ускорить реализацию проектов, начатых в рамках этих средств, сдать объекты в эксплуатацию в сжатые сроки. Глава государства отметил важность обеспечения сферы экономичной и малозатратной техникой. Особое внимание глава государства уделил расширению экологического контроля. Выбросы некоторых заводов превышают нормативы, что наносит вред окружающей среде и становится причиной обоснованного недовольства граждан. В связи с этим Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено обеспечить каждый регион мобильными лабораториями для оперативного анализа загрязненности воздуха. Заместителю премьер-министра поручено разработать программу по установке современных и модернизации существующих локальных очистных сооружений на 240 крупных промышленных предприятиях с высоким и средним риском для окружающей среды. Президент выразил недовольство деятельностью Госкомэкологии, поручил разработать по каждому региону отдельную программу работы с отходами и проконтролировать их исполнение. На совещании заслушан отчет руководства Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и Хакимов областей. В целях предупреждения случаев нарушения прав человека, особенно недопущения совершения с сотрудниками правоохранительных органов противозаконных действий в отношении граждан, подписан указ президента о мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты прав и свобод личности в судебно-следственной деятельности. Тему продолжит комментарий программы. Хотя идеи прав и свобод личности в той или иной форме существовали в течение значительной части истории человечества, они не характеризовались заметным сходством с современной концепцией прав человека. Как отмечали исследователи, в древнем мире традиционные сообщества обычно обладали развитой системой обязанностей, концепциями справедливости, политической легитимности и процветания, которые являли собой попытку обеспечить человеческое достоинство, благополучие и достижение успеха в полном отрыве от прав человека. Права человека – правила, обеспечивающие защиту достоинства и свободы каждого отдельного человека. В своей совокупности основные права образуют основу правового статуса личности. Да, стоит признать, что в последние годы в Узбекистане предприняты беспрецедентные меры решения и документы, которые существенно преобразили взаимоотношения сторон в рамках обеспечения состязательности в процессуальном масштабе. Однако при изучении обращений граждан стало очевидно, что в уголовном процессе недостаточно полно используются механизмы обеспечения гарантии защиты прав и свобод личности, а также присутствуют пробелы в законодательстве, связанные с четким определением полномочий правоохранительных органов в сфере расследования преступлений. Указ президента о мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты прав и свобод личности в судебно-следственной деятельности, будучи логическим продолжением масштабного реформирования сферы, как раз направлен на восполнение тех самых мягких зон. Безусловно, данный указ несет в себе как историческое назначение, так и особую ценность. Особая ценность заключается в том, что данным указом реализуется ряд процессуальных гарантий. И при этом можно сказать, что указ в целом содержит такую формулу, как права человека, знак равенства, уровень и качество следствия. То есть без соблюдения прав человека мы не можем говорить о повышении уровня и качества следствия. Это очень важно. Определены основные направления дальнейшего совершенствования судебно-следственной деятельности. Это обеспечение безусловного соблюдения прав и свобод личности, повышение качества производства процессуальных действий, пересмотр системы сбора, закрепление и оценки доказательств с учетом стандартов доказывания, широко применяемых в ведущей зарубежной практике. Поднятие деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений на качественно новый уровень, обеспечение неотвратимости ответственности за каждое совершенное преступление, внедрение эффективных мер по предупреждению применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания, а также усиление ответственности за такие деяния. Широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в процесс расследования уголовных дел, совершенствование системы предупреждения преступности. Отныне получение заявлений, объяснений или показаний от подозреваемого, обвиняемого или подсудимого сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проводится с письменного разрешения дознавателя, следователя, прокурора или судьи, в производстве которого находится данное уголовное дело и только при участии защитника, за исключением случаев отказа в установленном порядке от защитника. Исчисление срока задержания лица подозреваемого в совершении преступления осуществляется с момента его фактического задержания. Устанавливается обязательность обеспечения встречи наедине с адвокатом. С принятием данного указа укрепляются позиции адвоката, защитника в уголовном процессе. В частности, согласно положениям указа, адвокат, защитник по уголовному делу имеет право встречаться наедине с подозреваемым, обвиняемым, заключенным под стражу до проведения процессуальных действий. Либо с момента фактического держания, либо с момента окончания оперативного мероприятия по задержанию с поличным. Указом совершенствуется применение института примирения. К примеру, если в случае повторной квалификации во время судебного обсуждения обвинение, выдвинутое в момент следствия, заменяется на более легкое по причине применения сторон, то внедряется порядок освобождения из-под стражи. По некоторым категориям преступлений, если лицо явилось с повинной, чистосердечно раскаялось, активно способствовало раскрытию преступления и загладило причиненный вред, предусматривается заключение письменного соглашения с органами дознания и предварительного следствия и назначение за совершенное им деяние судом срока и или размера наказания, не превышающего половины максимального наказания. Такой вот институт соглашения о признании вины, хорошо зарекомендовавший себя в США, Англии, Италии, Франции, России. Одной из важнейших новелл данного указа является внедрение института сделки о признании вины. Данный институт распространен во многих странах мира, является общепризнанным международным стандартом. Впервые он появился в США и широко используется там. В настоящее время около 90% уголовных дел рассматривается с применением данного института в США. Узбекистан также в русле исполнения международных обязательств, в рамках имплементации применения лучших мировых практик, также предусмотрел внедрение данной системы. Анализ сложившейся ситуации также показал, что при наличии реальных оснований для обвинения органы вызывают человека в качестве свидетеля, допрашивают его, а затем используют его показания против него. Такой практике также пришел конец. Теперь без четкого и полного объяснения всех процессуальных прав запрещается получение каких-либо устных или письменных показаний. Генеральной прокуратуре, Службе государственной безопасности, МВД, в месячный срок поручено разработать и внести в законодательную палату Аль-Маджлиса законопроект по дальнейшему совершенствованию института подследственности. Что касается медосмотра задержанного или отбывающего наказания, а также освидетельствования, то согласно документу, процедура должна производиться по ходатайству задержанного или адвоката в течение 24 часов в медицинских учреждениях, не подведомственных правоохранительным органам, что позволит по максимуму избежать фальсификаций. Данным указом предусмотрено, что уже суд имеет право направить прокурору те процессуальные документы, которые говорят об истинном обвиняемом лице, в случае, если в ходе судебного заседания уголовное дело, в отношении которого было рассмотрено, вносится оправдательный приговор. Это в первую очередь позволяет прокурору уже не проводить те необходимые следственные действия, а уже на основании судебного следствия, четко уже с определением, кто является обвиняемым, закончить быстро уголовное дело и также направить в суд. Также внедряется порядок закрепления судом на стадии досудебного разбирательства по уголовному делу показаний свидетелей потерпевшего, так называемое депонирование с участием сторон и по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, прокурора или адвоката, при наличии оснований полагать, что более поздний их допрос может оказаться невозможным в силу тяжелой болезни или выезда за границу на длительный срок. И вновь на повестке дня вопрос о квалификации кадров. В республике нет специального учебного заведения, готовящего следователей, что, конечно, не может не сказываться на качестве расследований. Потому поручено создать систему подготовки профессионалов на уровне мировых стандартов. Институт по подготовке квалифицированных кадров в следственной сфере будет давать возможность подготовить узких специалистов по расследованию уголовных дел с учетом международных стандартов и передовой зарубежной практики, учитывая все тонкости расследования преступлений разных категорий. В указе президента очень много задач, которые направлены на разрешение тех проблем, с которыми сталкивались в последние годы судебно-следственные деятельности. И разрешение данных задач позволит поднять на новый уровень судебно-следственной деятельности и обеспечить как соблюдение прав человека, так и соотношение соблюдения международных стандартов. Предстоит большая работа. Однако это как раз тот случай, когда цель оправдывает все средства. Все-таки права человека всегда находились и находятся в тесной увязке с обеспечением справедливости и законности в обществе. Мы продолжаем рассказывать об эффективности деятельности народной приемной президента, которая реально решает острые проблемы, с которыми сталкивается население той или иной местности. Отдельное внимание и вопросу занятости молодежи путем эффективной реализации различных проектов. Как строится работа в этом направлении в Андижанской области, расскажет Шухрат Шакиров. Трудоустройство незанятого населения обеспечения источниками доходов приобретает важное значение во время пандемии. Данному вопросу отдельное внимание уделяется и в деятельности народных приемных. В частности, в начале нынешнего года в Андижанской области определено трудоустроить 43 221 молодого человека. На сегодняшний день 32 268 из них, или без малого 75%, уже обрели постоянные рабочие места. 2725 в легкой промышленности, 1173 в строительстве, 11 532 в сельском хозяйстве. 4205 молодых людей поступили на работу в государственные организации и предприятия. 5858 трудятся в частном секторе и еще 4744 в других направлениях. 2254 юношей и девушек получили кредиты в размере 101 миллиарда 153 миллионов сумм. Тем самым создано 3980 новых рабочих мест. С начала этого года 4877 молодым людям в 91 массиве выделили 658,5 гектаров земли для занятия дыханством. Почти 345 гектаров – это междурязя садов, а без малого 314 гектаров раскинулись в холмистой местности. Перейдем к конкретным примерам. В Мархаматском районе в этом году 170 юношей и девушек получили по 20 соток земли. Организовали кооператив в массиве Тухтасын-Мерзаев и 57 молодым людям передали 11,4 гектара площадей, на которых разместили саженцы миндаля, ореха, вишни, яблонь, персиков, груш. А между ними выращивают дыни, арбузы, тыкву, помидоры, картошку, болгарский перец, баклажан, фасоль, маш, земляной орех, которые уже приносят первые доходы. Свои 20 соток земли и у Табасум, Удал Шаданова из Махали-Мустакли Кургантипинского района, которая до этого была без работы. Посадив бобовы из первого урожая, она намеревается получить в среднем 5 миллионов сумм чистой прибыли. В этом году земельные площади выделили 30 юношам и девушкам из Кургантипинского района. Фермер Ширзот Мерзая вместе со сверстниками работает над повышением урожайности агрокультур. Реализовали огурцы, спрос большой и на чеснок, и бахчевые, поспевает лук. В итоге 30 семей теперь имеют настоящие источники доходов. Помимо создания новых рабочих мест в сельском хозяйстве, на основе дорожной карты стараются наиболее полно задействовать имеющийся потенциал в производственных предприятиях, сфере услуг и в Пахтабадском районе. К примеру, недавно сдали в эксплуатацию вот эту точку технического обслуживания автомобилей, где работают 10 молодых специалистов. Одной из важных задач является трудоустройство 40 298 выпускников 11 классов общеобразовательных школ Андижанской области. В настоящее время 23 654 из них на основе принципа «мастер-ученик» обучаются тому или иному ремеслу. Как показывают результаты приведенного среди молодежи опроса, 13 740 юношей и девушек намерены заняться предпринимательством. И уже 4 604 планируется выделить кредитные средства в общей сложности в размере 40 миллиардов 900 миллионов сумм. Таким образом, в Андижанской области продолжается системная работа по обеспечению занятости молодежи. При этом максимально эффективно используются все имеющиеся в этом направлении возможности. Молодежный парламент. Через него предусмотрено обеспечение активного участия молодежи в процессах законодательного и парламентского контроля. Сегодня были избраны председатель молодежного парламента при законодательной палате Оли Маджлиса и его заместитель, а также сформированы 10 комитетов. Молодежный парламент был избран в нескольких этапах. Вначале подано было документов около 11 тысяч. Из них были избраны в первом этапе 5400. И в окончательном итоге 250 человек, наиболее целеустремленные, у которых есть различный опыт. Широкий кругозор в этой области были избраны в молодежный парламент. Буквально три дня назад завершились выборы в молодежный парламент при законодательной палате Оли Маджлиса. А молодые парламентарии уже готовы приступить к работе и продумывают тематику возможных законодательных инициатив. Говоря о молодежном парламентаризме, участники заседания подчеркнули, что это не только механизм представительства прав и интересов этой категории населения, но и институт социализации, повышающий правовую и политическую культуру, инструмент формирования кадрового потенциала страны. Повестка дня первого заседания молодежного парламента включала как ряд организационных вопросов, в числе которых избрание председателя и его заместителей, формирование комитетов, так и определение первоочередных задач. Мы очень благодарны за этот шанс. И у нас очень много планов. Мы планируем провести большие мероприятия. Первое заседание у нас посвящено конвенцию по правам молодежи, которую инициировал наш президент. Также речь шла об участии членов нового парламента в Самаркандском форуме по правам молодежи 12-13 августа текущего года. Анализ парламента всего мира показал, что доля депутатов до 30 лет в 2019 году составляла в них 2,2%. В нашей же республике этот показатель равен 6%. Роль молодежи в современном обществе хорошо понимают и старшие коллеги новоиспеченных парламентариев, поэтому готовы приложить максимум усилий, чтобы последние не чувствовали себя лишними в коридорах законодательной власти. В этой связи говорили об участии членов молодежного парламента в процессы законотворчества и парламентского контроля, взаимодействии с комитетами законодательной палаты и сената Али Мажлиса. Высказанные предложения и рекомендации лягут в основу рабочего плана молодежного парламента, который будет разработан в ближайшее время. Для постановки диагноза и оказания необходимой помощи лицам с подозрением на COVID-19 по всей республике созданы распределительные центры. В целом ситуация движется по положительному вектору, во многом благодаря тому, что медучреждения оснащены современным оборудованием и медикаментами. О деятельности Ташкентского и Самаркандского центров в нашей программе. Спортивный комплекс «Юошлики», расположенный в Шахандахурском районе, в настоящее время функционирует в качестве лечебно-распределительного центра для пациентов с диагнозом COVID-19. Сюда на машинах скорой помощи в день доставляют до 100 жителей города с высокой температурой и затрудненным дыханием. После подтверждения диагноза определяют состояние пациентов. Течение болезни легкое, тяжелое или крайне тяжелое. Вот что необходимо узнать. Врачи, подвергая опасности собственной здоровью, ежедневно, каждый час борются за спасение жизни пациентов, делают все возможное, чтобы болезнь отступила. Со 2 августа общее число обращений составило 811 человек больных. В том числе госпитализированных составило 554 человек. Имеется все необходимое для оказания помощи больным в соответствии со стандартами, которые разработаны Всемирной организацией здравоохранения и согласованы с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. Оснащенность аппаратуры, оборудованием достаточная и позволяет оказывать всю необходимую помощь. Среднее количество дней пребывания больных в данном учреждении составляет порядка около 6-7 дней. Комплекс, рассчитанный на 520 коек, обеспечен необходимым медицинским оборудованием. В частности, аппаратами ИВЛ и СИПАП, кислородными баллонами. Здесь трудится 150 врачей. Среди них более 50 военных медиков. В реанимационном отделении центра борются за жизни пациентов в крайне тяжелом состоянии. А это больные, которые уже идут на поправку. Я поступила сюда в крайне тяжелом состоянии. Тело было почти синего цвета, не хватало кислорода. Лечилась дома. Но с каждым днем состояние только ухудшалось. Поступив сюда, врачи помогли мне. И сейчас я чувствую себя намного лучше. Работа медперсонала организована в три смены. Благодаря усилиям компетентных врачей, пациенты в тяжелом состоянии чувствуют улучшение в течение 4-5 дней. При необходимости и показаниям врачей, больных коронавирусом доставляют в специализированную больницу в Зангиатинском районе. Сегодня было два таких случая. В самом центре лечится 8 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Побеседовав с некоторыми из них, узнали, что первые признаки болезни у них наблюдались 14 дней назад. Но к врачам они не обратились. Оставались дома и занимались самолечением. После ухудшения состояния их доставили в центр на машине скорой помощи. Хотим напомнить, что лечение лекарственными препаратами без консультации врача опасно для жизни. Если у вас поднялась температура, есть сухой кашель, наблюдается затруднение дыхания, незамедлительно обратитесь в соответствующие колл-центры. Жители города Самарканд, обратившиеся по номерам 103-1003-1105, у которых наблюдается повышенная температура тела, доставляются в специальные госпитали. Один из них организован в гостинице «Регистон». К нему прикреплено 11 мобильных бригад скорой помощи. Особенность данного госпиталя в том, что пациенты с высокой температурой находятся здесь три дня. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Больные также сдают анализ на COVID-19. Если диагноз не подтвердился, пациентов отпускают домой. При легком состоянии больные направляются в специальные больницы, где находятся под пристальным вниманием врачей. Больные в тяжелом и крайне тяжелом состоянии госпитализируются. Начиная с 10 августа в специализированной школе-интернате Олимпийского резерва в городе Самарканд начал свою деятельность распределительный центр. Здесь созданы все условия для диагностики и лечения больных коронавирусом. Сегодня центр принял первых пациентов. Им оказывают медицинскую помощь опытные врачи и волонтеры. Студенты Самаркандского государственного медицинского института. В агентстве информации и массовых коммуникаций практически 7 дней в неделю проводятся брифинги по самым актуальным темам. На вопросы граждан отвечали специалисты сферы. В первой половине дня состоялся брифинг, на котором на вопросы граждан ответила член штаба по борьбе с коронавирусом Барна Абдусаматова. На вопрос, можно ли применять дексаметазон при лечении коронавируса в домашних условиях. Эксперт прокомментировала. Если больной лечится в амбулаторных условиях, значит это легкая степень болезни. И в этой ситуации запрещается принимать дексаметазон и другие стероиды. Специалист остановилась на необходимости выполнения дыхательной гимнастики. Дыхательная гимнастика поможет от застоя в легких и повысит резервы дыхательной системы. Цель дыхательной гимнастики увеличить поступление кислорода в ткани, повысить устойчивость организма к гипоксии. Если вы болеетесь и находитесь дома, выполняйте упражнения вдали от окружающих в отдельной комнате. Комнату предварительно стоит как следует проветрить. А если погода позволяет, то можно оставить окно открытым. Один из самых несложных способов упражнения с волевой задержкой дыхания. По методу Бутейко. Вдох 2 секунды, задержка дыхания 4 секунды и выдох 4 секунды. При этом само дыхание должно быть легким и бесшумным. Я уже вылечилась и хорошо чувствую себя. Когда ко мне вернется вкус и обоняние, точного ответа на ваш вопрос нет. Все очень индивидуально. При COVID-19 вирус может влиять в том числе и на нервную систему, включая те ее отделы, которые отвечают за эти обаяния и вкусовые ощущения. У некоторых пациентов восстановление происходит очень быстро, сразу после выздоровления. Кроме того, ряд пациентов отмечает стойкое ощущение неприятных запахов или появление разных привкусов после выздоровления. Необходимо набраться вам терпения и подождать, пока восстановятся поврежденные нервные клетки. Министерству по поддержке Мухали и семьи также поступило немало вопросов. Было отмечено, с целью создания удобства населения, возможности быстро дозвониться до центров координации спонсорской деятельности. Организован единый короткий номер 1197. Можно также обратиться по номеру с кодом 71-203-01-21 с 9 утра до 17.00. Кроме того, состоялся и брифинг Министерства инновационного развития, а также пресс-конференции Министерства высшего и среднего специального образования. Была дана информация по датам проведения предстоящих тестовых испытаний в разрезе регионов. В этом году, учитывая нынешние обстоятельства, творческий экзамен для поступления в университет журналистики и массовых коммуникаций отменяется. Абитуриентам стоит только пройти тесты по трем предметам. А для тех, кто намерен получить второе образование, может сдать документы через онлайн-патформу ikinchitalam.edu.us. Кстати, что касается вопроса порядка оплаты контракта на обучение, то он остается прежним. Наш следующий сюжет подготовлен совместно со Службой государственной безопасности. С конкретными фактами пресечения оборота наркотических средств наш материал. Употребление наркотических средств и незаконная торговля ими создает большую угрозу обществу, в целом человечеству. Органами правопорядка Узбекистана принимаются решительные меры по борьбе с ввозом и распространением на территории нашей страны данной угрозы. В частности, военнослужащими пограничных войск СГБ было обнаружено 892,5 грамма гашиша, переброшенные с таджикской стороны через узбекско-таджирскую государственную границу, проходящую по территории Махалинского схода Крашен-Сайхун, города Бекабад, Ташкентской области. В настоящее время принимаются необходимые меры по выявлению владельца этих наркотических средств. Также во время оперативного мероприятия, проведенного управлением СГБ по Харизмской области, совместно с областными органами правопорядка на посту ДПС Аримой в Тупрокалинском районе, была осмотрена в присутствии понятых автомашина марки «Малибу» под управлением уроженца Харизма Цая Сергея Дементьевича, 1978 года рождения, двигавшегося в направлении Самарканд-Ургенч. В результате в люке авто были обнаружены обмотанные скотчем 3 целлофановых пакета с 336 граммами опиа. Выяснилось, что Цай Сергей Дементьевич купил эти наркотики в Самаркандской области. У некого Алишера за 2300 долларов США и 35 миллионов 500 тысяч сумм в целях дальнейшей реализации. Кроме того, на посту ДПС Аримой был остановлен и проверен грузовой автомобиль марки «Исузу», двигавшийся в направлении Ташкент-Ургенч. В результате у пассажира авто Рахимова Йоркенбека Аминовича, уроженца Харизма, 1972 года рождения, обнаружено и в процессуальном порядке изъято 185,49 граммов опиа. Как выяснилось, Рахимов, сговорившись со своим знакомым по имени Кудрат, купил у некого Мадьора примерно 600 грамм опиа за 6800 долларов США. Из них около 400 грамм он оставил Кудрату, а остальную часть перевозил в Харизмскую область для реализации. И еще один случай также зафиксирован на посту ДПС Аримой. При осмотре автомашины марки «Хюндай» под управлением уроженца Харизма Юсупова Хамеджона Бабаджановича, 1973 года рождения, двигавшегося в направлении Ташкент-Ургенч, находившемся в багажнике автосумки с ноутбуком, обнаружено и процессуально оформлено в присутствии понятых 133,35 граммов опиа. Юсупов заявил, что купил 150 грамм опиа у своего знакомого по имени Абдували на территории деханского рынка Фархот, города Ташкента, за 19 миллионов 500 тысяч сумм, а также то, что небольшую часть из наркотиков он употребил сам, а остальную часть перевозил в Харизмскую область для реализации. Аналогичный случай выявлен и в Бухарской области. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Бухарской области совместно с представителями областного таможенного управления при осмотре кожаной сумки уроженца Антижанской области Абдувад Таевов Азлядина Мамуджановича, 1980 года рождения, приехавшего из города Ташкента в один из позднейших цехов, расположенных в Бухарской области, было обнаружено 173,15 граммов гашиша. Кроме того, при обыске, проведенном на основе полученных оперативных данных по месту временного проживания Абдувад Таева в городе Ташкенте, в кармане его куртки обнаружены и оформлены в процессуальном порядке в присутствии понятых 220 граммов гашиша. Следующий случай зафиксирован в столице. Уроженец Урхандаринской области Раимов Срочедин Мустафакулович, 1980 года рождения, был задержан в Челанцарском районе в момент реализации Ибрагимову Шавка Туатхамовичу 1974 года рождения 100 граммов гашиша. Кроме того, в качестве вещественных доказательств у него было взято также 1550 долларов США и 2 миллиона сумм. При обыске квартиры Срочедин Мустафакуловича в Челанцарском районе обнаружено еще 195 граммов гашиша, принадлежавшие уроженцам Сурхандари Ибрагимову Адылу Наркуловичу 1976 года рождения и Рузиеву Абдул-Азизу Трудалиевичу 1987 года рождения. В настоящее время по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия. Инвестиция как фактор движения вперед. С начала года только в Коканде осуществлено 19 инвестпроектов почти на 37 миллионов долларов. Буквально в эти дни реализован первый этап еще одного крупного производственного предприятия. Для повышения эффективности регионального и институционального сотрудничества, а также партнерства между странами в целях привлечения иностранных инвестиций, делегация из Ферганской области совершила деловые поездки в ряд государств. Как результат, договоренности достигнуты на более чем 1 миллиард долларов. Затронули они сферы образования, культуры, торговли, экономики. Налаженная кооперация запустила производство рентгенов, бумаги из камня, что важно с точки зрения экологии, а также цемента, завода сантехнического оборудования и текстильных предприятий. Что касается социального направления, начали свою деятельность филиалы латвийского и корейских вузов. В Маргелане идет подготовка к открытию филиала Турецкого университета Бурса-Улудах. Возвращаясь к экономическим показателям, с начала года только в Коканде осуществлено 19 инвестпроектов на 38,6 миллиона долларов. 12 проектов начали свою деятельность, создано 381 рабочее место. Например, в эти дни реализуется первый этап крупного инвестиционного проекта на базе бывшего Коканского суперфосфатного завода. Идет ремонт производственных площадей, установка технологического оборудования. Запуск предприятия позволит расширить ассортимент импортозамещающей продукции. Это фосфорное удобрение, востребованное в аграрном секторе. Наш продукт суперфосфата – это 100% локализированный продукт. Основными серебряными ресурсами является фосфоридная мука, которая будет заводиться из новоистского вилаята. Второе основное серебро – это серная кислота из алмалыкского металлогрузского комбината. И третье – аммиак из фергоназона. То есть продукт полностью будет локализован, и корпоративные связи между компаниями будут усилены. По словам Рахуль Сингха, генерального директора компании, на первом этапе в проект было вложено 28 миллионов долларов. А во время пандемии с помощью местных властей работа была организована с полным соблюдением карантинных требований. Наша цель на первом этапе – выпускать 350 тысяч тонн обычных суперфосфатных удобрений в год. Из них 280 тысяч тонн – это суперфосфатное удобрение, обогащенное аммонием. Вместе с тем будет производиться 200 тысяч тонн водорасворимого суперфосфата для плодовочной отрасли. По оценкам экспертов, годовая потребность аграрного сектора в фосфорных удобрениях – 550 тысяч тонн. Поэтому компания разделила инвестпроект на два этапа. На втором этапе будет освоено 40 миллионов долларов. В целом стоимость инвестиционного проекта составляет 70 миллионов долларов. Со следующего года увеличится и капиталовложение, и само производство. Для этого полностью будут реконструированы другие мощности, установлены новые технологии. Планируем на производство суперфосфата и аммонизированного суперфосфата завести оборудование из европейских стран, как Испания, Франция, Германия. Из России тоже оборудование поставляется. Несмотря на неначную ситуацию в мире, связанную с пандемией, поставка оборудования не задерживается. Мы стараемся вовремя обеспечить всеми оборудованиями для начатия производства с 1 января 2021 года. С запуском предприятия здесь будет создано 300 рабочих мест. Что касается экономических показателей области, с января по июль экспортная статья поставок составила 317 миллионов 100 тысяч долларов США. Из них 185,5 миллионов долларов валютных поступлений были зачислены на собственные счета промышленных предприятий. Расширяется спектр предоставления государственных услуг населению. Только в этом году они дополнены еще 13 видами, общее число которых достигло уже 143. И здесь процесс ускоряется за счет цифровизации деятельности. Какая работа в этом плане ведется сегодня, и что предстоит сделать в перспективе в материале нашей программы. Цифровизация. Она уверенно входит в нашу жизнь, открывая широкие возможности буквально в каждой сфере, определяя дальнейшее развитие в соответствии с требованиями современности. Она коснулась и ЗАГСов, для чего на местах организовали работу архивариусов, и на основе современного оборудования была запущена специальная информационная система. В результате чего до сегодняшнего дня оцифрованы более 33 миллионов записей и введены в единый электронный архив ЗАГСа. Например, в столице теперь можно в онлайн-режиме получить архивные документы касательно заключения и расторжения браков. В процессе диалога в форме видеоконференц-связи в Агентстве государственных услуг еще раз была проанализирована проводимая в этом плане работа с акцентом на решение существующих проблем, реализацию важных задач, стоящих перед сферой. Если в прошлом году в онлайн-режиме предоставлялось всего 5% государственных услуг, то по итогам первого полугодия 2020-го этот показатель возрос до 12%. В онлайн-режиме создана возможность получения ключа электронной подписи. Сегодня мы наметили важные задачи по дальнейшей цифровизации деятельности на основе конкретных мероприятий. Прозвучали интересные предложения по углублению процесса межведомственной интеграции, которые охвачены в настоящее время лишь 27 из 80 предоставляющих государственные услуги министерств и ведомств. Так что в этом плане предстоит выполнить большой объем работы. Утвержден отраслевой график по открытию на местах филиалов центров государственных услуг, согласно которому до октября этого года на местах должны быть сданы в эксплуатацию все 50 таких объектов. А пока они организованы лишь в Антижанской области 3 и на Манганской области 1. Всего 4 филиала. В системе ЗАГСа до конца этого года будет оцифрована остальная часть записей, а их около 30 миллионов. Кроме этого информационными системами должен быть охвачен состав семьи. Для реализации этих важных задач задействованы внутренние возможности агентства государственных услуг и оказывается практическая помощь из государственного бюджета. Словом, принимаются все меры для осуществления обозначенных в этом плане мероприятий. Разработаны перспективные планы по внедрению инновационных решений. В частности, готовятся предложения относительно дальнейшего упрощения процедуры признания документов на ученую степень, полученную за рубежом. Предпринимаемые меры расширяют возможность оптимизации государственных услуг. В аэропортах, вокзалах, на станциях метро, торгово-развлекательных центрах и других местах будут открываться интерактивные инфокиоски, что также нацелено на создание дополнительных удобств для населения. Как проходит подготовка к предстоящему учебному году? Вступительным тестовым испытаниям. Какие меры будут предприняты для обеспечения не только безопасности абитуриентов, но и открытости и прозрачности самого процесса в условиях пандемии? Об этом в нашем материале. Главой государства было отмечено самое главное – это обеспечение безопасности и здоровья абитуриентов, которые будут сдавать тестовые испытания. Для этого, изучая международный опыт, анализировав текущее состояние карантина на территории Республики Узбекистан, было предложено проведение тестовых испытаний на открытых площадках. Поэтому руководителям высшего образовательного учреждения, руководству Министерства высшего среднеспециального образования, руководству хакемятов, внутренних дел, национальной гвардии были поставлены задачи для обеспечения безопасного проведения тестовых испытаний со 2 сентября по 20 сентября текущего года. Каждое образовательное учреждение организовывает рабочие группы, которые совместно с хакемятами будут ежедневно работать в режиме, для того, чтобы безопасно провести это мероприятие. В Ташкентском государственном аграрном университете принимаются меры по организации предстоящего учебного года в онлайн-формате. Мы проанализировали и учли все недостатки и упущения прошлого года. На одной электронной образовательной платформе собраны все материалы как для студентов, так и для преподавателей с учетом всех современных требований. Кроме того, ведется работа по организации индивидуальных занятий для студентов, проживающих в отдаленных регионах республики, где интернет-связь не на должном уровне. Организованы и колд-центры с привлечением специалистов отрасли. Они будут предоставлять информацию по всем вопросам, связанным с новой дистанционной системой обучения. Сразу после выпуска наших новостей смотрите интервью ректора Ташкентской медицинской академии Лазиза Тучиева с кандидатом медицинских наук Российской Федерации Михаилом Кицкалом. Эксперт высоко оценил созданные в стране условия для больных с коронавирусной инфекцией. То, что мы увидели здесь в стационарах, конечно, производит очень приятные впечатления, потому что, во-первых, это строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, строгое соблюдение ношения средств индивидуальной защиты. Таковы итоги дня. Наша творческая группа желает вам всего самого доброго. До встречи!